В эфире новости христианского мира в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Пять тысяч христиан прошли по улице Мадрида, молясь за страну. Стала известна программа визита Папы Франциска в Армению. Сербская церковь решила участвовать во Всеправославном соборе. Около пяти тысяч евангельских христиан прошли по улицам в центре Мадрида, молясь за страну, сообщает христианский портал Инвиктори. В семь часов вечера христиане начали свой марш с плакатами «Испания! Молимся о тебе!». Почти два часа до девяти вечера звучали прославления и молитвы. Христиане молились о короле, правительстве и всех представителях власти, молились за семьи, экономику, против коррупции, насилия и терроризма. Молились обо всем, что волнует испанцев. «Мы здесь для того, чтобы сделать то, что христиане делают лучше всего – молиться и благословлять наш город», – заявил исполнительный секретарь Федерации евангельских религиозных организаций Испании. После этого он призвал всех присутствующих склонить колени и соединиться в едином вопле за Испанию. Молитвенные шествия в Испании проходят регулярно, начиная с 2007 года. В этот вечер христиане вышли на молитвенный марш еще в 52 городах страны. Ватикан обнародовал программу визиты Папы Франциска в Армению, которая состоится с 24 по 26 июня. Папа Франциск прибудет в Ереван в пятницу, 24 июня, во второй половине дня. После приветственной церемонии в международном аэропорту Папа направится в главный храм Армянской апостольской церкви, где вознесет молитвы и обратится с приветствием к католикосу всех армян Горегину II. Вечером того же дня в президентском дворце понтифик встретится с президентом Республики Армении, гражданскими властями и дипломатическим корпусом. 25 июня утром Папа Франциск посетит столичный мемориальный комплекс, посвященный жертвам массового уничтожения армян. Затем Папа отправится на самолете в город Гюмри, где возглавит мессу. Вечером того же дня Папа Франциск возвратится в Ереван, где на площади республики примет участие в экуменической встрече и молитве о мире. 26 июня Папа встретится с армянскими католическими епископами и будет присутствовать на богослужении в Кафедральном соборе. Проповедь произнесет католикос всех армян Горегин II, а Папа Франциск обратится с приветственным словом. Сербская церковь изменила позицию по вопросу о своем участии во Всеправославном соборе. По последней информации, Сербская православная церковь примет участие в работе Святого и Великого собора. В отделе внешних церковных связей Московского патриархата информацию об участии Сербской церкви в Кридском форуме подтвердили. На прошлой неделе Сербский патриархат присоединился к числу поместных церквей, которые не считают возможным участие во Всеправославном соборе в оговоренные сроки. В заявлении Сербской церкви предлагалось отложить собор на некоторое время, чтобы устранить разногласия поместных церквей и доработать проекты документов. Это заявление Сербской церкви стало одной из причин отказа Московского патриархата послать свою делегацию на собор. Как заявил в понедельник по итогам чрезвычайной сессии Синода в Москве глава митрополит Иларион, во Всеправославном соборе должны участвовать все церкви, и только в этом случае решения собора будут легитимными. Московский патриархат обвинил Запад в реабилитации нацизма. Сегодня мы видим, что впервые после 1945 года фашизм, по сути, легализован в сознании европейцев. И это есть историческое поражение современной модели миропорядка, апологеты которой декларируют толерантность, пишет заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Александр Щепков в своей статье. По его мнению, одним из самых распространенных был и остается миф о денацификации Германии и покаянии немецкой элиты. Как пишет автор, надо открыто признать, что правительство Ангелы Меркель в союзе с американскими политическими элитами проводит в международной политике курс на реставрацию нацизма в Восточной Европе, и поэтому мало чем отличается от нацистского, хотя население самих Германии и США пока от этого не страдает. Принц Уильям намерен появиться в ведущем британском журнале для геев Attitude, сообщают местные СМИ. Об этом он заявил сотруднику этого ежемесячного издания во время посещения посольства США, где вместе с супругой выразил соболезнования в связи с нападением на гей-клуб в Орландо. Тираж журнала составляет около 60 тысяч экземпляров. На его обложке ранее появлялись такие знаменитости, как Дэвид Бэкхэм, Брэд Питт, Мадонна, Джордж Клуни, Дэвид Кэмерон, Тони Блэр. На этом у меня все. Смотрите больше новостей в нашем эфире. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова